Через три дня в стране будут принимать поздравления защитники Отечества. Этот праздник объединяет абсолютно всех мужчин, но профессиональным его могут назвать военные. В республике сейчас действуют две воинские части. Наша съемочная группа отправилась в Алатарь, чтобы провести один день с молодыми солдатами. Дмитрий Ковалев продолжит тему. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Условные террористы захватили штаб вооруженной охраны и удерживают заложников. Солдатам отдают приказ идти на штурм. Но подобраться к зданию сложно, по бойцам из окон ведется шквальный огонь. Солдатам все же удается прорваться в захваченный штаб. На этот раз поставленную задачу они выполняют на отлично. Заложники освобождены, террористы обезврежены. В этот раз подразделение антитеррора обезвредило двух условных террористов, но сценарии подобных учений постоянно меняются и их проводят каждую неделю. Солдаты оттачивают свои действия до идеала. Бойцы этой воинской части, по сути, отвечают за обороноспособность государства. Они сопровождают, разгружают и перевозят оружие, которое поступает в цеха Алатарского завода «Пятый арсенал». Вся работа сопряжена, прежде всего, с охранностью ракетно-раселевского вооружения, ну и с исполнением сроков подачи вооружения войска, его приема, подачи на ремонт в «Пятый арсенал», последующего получением и возвратом вновь войска для боевой учебы и боевой службы. Хотя раньше эта воинская часть была расположена в городе Ржев. В Алатаре ее передислоцировали в начале 40-х. Поначалу это был ракетный арсенал, но 6 лет назад на его базе создали и отдельную воинскую часть. Многие говорят, что служить здесь миссия по-настоящему почетная. Причем большинство призывников уже закончили вузы. На таких солдат сейчас делают ставку. Изначально я хотел служить в воздушно-десантных войсках, так как у меня отец служил там же. Но судьба распределилась так, что я служу немножко не там. Знаете, я нисколько не жалею, что я попал именно сюда. Я не сказал, что здесь легче, чем, как рассказывает ВДВ. Здесь, я бы сказал, даже, наверное, тяжелее. Здесь реально есть шанс почувствовать себя настоящим мужиком, укрепить свое здоровье с физической стороны, получить навыки, которые пригодятся еще в жизни. Армия стала другой. Теперь солдаты – это не обслуживающий персонал, а настоящие защитники Отечества. В столовых отныне работают только профессиональные повара. Меню для призывников не хуже, чем в столичных кафе. Даже для уборки казармы здесь недавно закупили универсальный пылесос. Обеспечен всем необходимым кровать, полотенце, прикроватные коврики, тумбочка. Все, что необходимо у нас лучше для его проживания. Посмотрим? Да, посмотрим. Ничего лишнего, все согласно уставу. Солдаты занимаются в армии только военным делом. В свободное от службы время многие стараются приходить в спортивный зал. Здесь они играют в теннис, упражняются со штангой и нередко принимают участие в городских соревнованиях. Глядя на этих ребят, можно быть уверенным – родина находится под надежной защитой. Медриковалев и Расиль Мухаммедов. Республика. Сегодня же в Чебоксарах состоялся торжественный вечер в честь Дня защитника Отечества. Накануне мужского праздника в театре оперы и балета собрались ветераны, военные и сотрудники всех силовых структур. Именно они могут по праву называть День защитника Отечества своим профессиональным праздником. Хотя 23 февраля принято поздравлять всех мужчин без исключения. Своими защитниками Отечества Чувашия может гордиться. Пример с героев берут и молодые. Военно-патриотическому воспитанию в Чувашии всегда уделяли большое внимание. Во многих школах действуют кадетские классы. Каждый год юнормейцы принимают участие в играх «Зорница» и «Орленок». Ну а солдатскую форму в прошлом году одели порядка двух тысяч чувашских призывников. План Центрального штаба Республика выполняет всегда. Причем каждый год 15 уроженцев региона уезжают служить в самое сердце страны – президентский полк. Телеверсию торжественного собрания и специальный репортаж «Солдаты Отечества» смотрите на нашем канале 23 февраля в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова